Сегодня у нас будет достаточно необычный обзор, так как у меня на рабочем столе сразу три коробки новеньких ейбадов от Марва. И рассказывать я буду о них одновременно. А если вы хотите еще больше обзоров, тогда подписывайтесь на наш канал и смотрите все сразу. А мы пока вернемся к нашим сегодняшним героям. Знакомьтесь, GT 016, GT 60 и GT 62. Выглядят они совсем не похожи друг на друга, но кое-что общее у них есть. Все три мультиплатформенные, то есть готовые работать с компьютерами, консолями и даже смартфонами и планшетами. Разница только в том, что старшие модели работают с мобильными девайсами по Bluetooth и оснащены кредлами для них. А у младшенького GT 016 нет ни беспроводного модуля, ни крепежа для смартфона. Но у него есть свои неоспоримые достоинства. Во-первых, он самый дешевый, около 600 гривен. Во-вторых, он ближе всех к классическому дизайну, а значит будет удобным для многих пользователей. Пробежимся быстренько по особенностям каждого геймпада. Marvel GT 016 – минимум особенностей, максимум пластики в стиле Xbox. Кнопки тут расположены асимметрично, и их тут полный набор, включая неплохой дипад, два аналоговых стика и крупные курки на передней панели. Все кнопки с мягким и очень плавным ходом, а триггеры еще и приятно подпружинены. К минусам лично я бы отнесла короткий кабель. Его лучше использовать с переходником или удлинителем. Marvel GT 62 по набору кнопок и их расположение напоминает младшую модель семейства. Столь лишь разница, что центральное место тут занимает встроенная клипса для смартфона, а часть кнопок прячется под ней. Ну и еще одно отличие. Ход у кнопок тут более резкий и жесткий, и это очень сильно заметно по триггерам. К ним приходится приложить больше усилий. Самая оригинальная и яркая по дизайну модели GT 60. Тут производитель использовал не только черный, но и красный пластик, а раскладка ближе к Xbox Aqua Station. Даже форма триггеров совсем другая. По своему ходу, к слову, они ближе к GT 016, такие же мягкие и приятные под пальцами. Помните, я говорила, что клипса для смартфонов есть у двух геймпадов? Так вот, у GT 60 она вот такая, съемная, надевается несложно, но может поцарапать корпус. Увы, но резиновые накладки на клипсе производитель сделал только на той части кредла, которая прилегает к мобильному устройству. Что еще объединяет все эти жестики от Marvel, так это качество корпуса и продуманность дизайна. Во всех трех моделях производитель использовал матовый пластик с текстурированным финишем. А у GT 60 есть еще и прорезиненные накладки на боковинах. Баланс по весу тоже соблюден во всех трех моделях, так что играть действительно удобно. Правда, удобнее это делать с компьютером. Как только ставишь крепление смартфона, геймпад начинает уверенно тянуть вперед, и сил приходится прикладывать больше. Эта проблема большинства устройств такого типа, и единственное, что вы можете сделать, это упереться руками в стол или на колени вот так. Ну а если вам такой вариант игры не нравится, обратите внимание на Marvel GT 56. Это такие ручки-геймпады, которые располагаются по бокам смартфона и ничего никуда не падает. Как ведут себя джойстики в игре? Да хорошо в общем-то, никаких проблем с подключением или определением системы. Никакой установки или долгой настройки программ. Просто подключаешь и играешь, кнопки срабатывают быстро. С передачей данных проблем также не возникает. Ни разу я не оказалась в ситуации, когда мне не хватило бы точности геймпада или скорости его реакции. Да, они ощущаются в руках чуть проще, чем топовые модели, и отдача кнопок тут не такая уверенная. Но в целом никаких проблем нет, а у младшенького GT 016 даже есть два мотора вибро-отдачи, для тех, кто любит ее включать. Беспроводные модели оснащены собственными батареями, то есть смартфоны они не разряжают, пользуются только своими ресурсами. Емкость у них одинаковая, 350 мАч, и их хватает на одно и то же время работы, около 6-7 часов активной игры, файтинги или аркады. Учитывая, что кнопки при этом жмешь очень и очень часто, вполне возможно, что в более спокойном режиме геймпады продержатся и обещанные производителем максимально 10 часов. Как вы уже поняли, частики от Mario нам понравились ничуть не меньше мышек и гарнитуры. Вполне достойные устройства и стоят недорого. А вы их уже опробовали в деле? Если да, то скорее пишите свои отзывы и делитесь опытом прямо здесь в комментариях.